Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к восьмой главе послания апостола Павла к римлянам. В восьмой главе апостол Павел пытается еще под одним углом увидеть то, как соотносится евангельское благовестие, его благовестие Павлова о воскрешенном Христе с законом, который так привычен, таким необходимым, кажется, для иудеев и христиан из иудеев, что они считают, что все должны этому закону подчиниться. Вот апостол Павел в восьмой главе попытался увидеть по-другому, не так, как раньше. Если в предыдущих, в пятой, особенно в шестой, седьмой главах, он говорил о том, что мы умерли и поэтому освободились от закона. Здесь Павел говорит о том, что вот давайте увидим это, как другой завет и другой закон. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот, оказывается, как тоже можно посмотреть. И, кстати, заметим, что вот именно этот в восьмой главе предлагаемый апостолом Павлом взгляд оказался довольно популярен среди христиан позднейших эпох, особенно в Средневековье. А Средневековье, как и многое другое, ухитрилось навязать этот взгляд как почти единственный и всем последующим эпохам. Итак, представление о том, что вот был Ветхий Завет, и там был Ветхий Закон. И он там состоял из 613 заповедей, где что-то запрещалось, а что-то, наоборот, предписывалось. Вот был такой закон, он был дан через Моисея, и все, что подпадало под этот закон, вот определялось как его нарушение, как грех. Все, Павел уже об этом подробно в предыдущих главах высказался. Он говорит, ну теперь тогда давайте увидим, что другой Завет заключается в Иисусе Христе. И поэтому есть закон другой, другая формулировка. Что это? Чем они отличаются? Что вообще это за новый закон во Христе Иисусе? Оказывается, апостол говорит, закон духа жизни. Или, может быть, надо сказать, закон духа, который дает нам, участникам этого Завета, жизнь во Христе Иисусе. Это, весьма вероятно, ближе соотносится с идеями Павла в предыдущих главах. Так или иначе, в нашем синодальном переводе мы видим, как апостол говорит о Завете, в который мы все вступили к крещениям, как о некотором законе жизни во Христе, законе духа, законе духа жизни. Что здесь Павел пытается назвать духовным? Здесь и во всей первой половине, по крайней мере, восьмой главы важно очень тоже пытаться понять, но, пожалуй, только на протяжении всего текста этой главы может быть, удастся что-то почувствовать. Ну, потому что у нас у всех есть некие зрительные такие, знаете, стереотипы, и обычно мы под словом «Дух» понимаем что-нибудь вроде «Привидения в замке Шпессард». Был такой фильм моего детства. Да, а на самом деле едва ли апостол имеет в виду какие-то там бесплотные, тускло светящиеся или мерцающие сущности. Павел ведь все-таки мыслит-то по-иудейски, и я имею в виду по-арамейски, на арамейском языке. И, следовательно, весьма вероятно, что под этим словом «пнеума» в греческом тексте Павел-то думает о духе, который есть дыхание жизни, движение жизни. Понимаете, вот этот дух, который от Бога приходит к человеку и запускает в нем движение жизни, дух, который есть именно дыхание жизни, и это дух чистый, праведный и святой, которым духом Бога живого мы живем и действуем. Вот, скорее всего, это имеет в виду апостол, говоря о законе духа жизни во Христе Иисусе. Закон этот заключается, вероятно, в том, что теперь дыхание, движение нашей жизни, то, что есть сама жизнь, оно происходит не в каких-то спорах и препирательствах с грехом, для которого мы умерли, а в отношениях со Христом, для которого мы живем. Вот что, собственно, закон духа жизни. И дальше, пытаясь поподробнее рассмотреть свою основную тему вот в этой парадигме закона ветхого и закона духа жизни во Христе, апостол говорит дальше о том, что закон тот ветхий, и он на самом деле бессилен был что-либо изменить. Он только определяет, в чем именно и в какой именно степени люди перед Богом виновны и предают правду Божью, но ничего не меняют в смысле нашей способности изменить свою жизнь, в отличие от закона духа жизни во Христе. И поэтому, говорит Павел, Бог и послал сына своего в подобии плоти в жертву за грех и осудил грех во плоти. Именно потому, что прежний закон, закон правды, заповедь, которым говорит святые и праведные добра, но она не меняет жизнь, не меняет человека, и поэтому Бог посылает сына своего и дается нам закон духа жизни во Христе. Вот поэтому, чтобы в нас исполнилось оправдание закона, не обвинение закона, оно в нас и так исполняется по нашим грехам, а оправдание, чтобы мы были по этому закону оправданы перед Богом. Потому что, говорит апостол, живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Вот он пытается так сформулировать разницу между тем, как происходит человеческая жизнь в пространстве перед Богом, в пространстве жизни Христа по закону духа жизни, в соединении, в крещении смерть Христову и в подобии воскресения его, или вот в каком-то другом пространстве, где Бога нет, а есть только мертвая буква заповеди. И апостол говорит дальше, ну вы уже не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. В каком-то смысле такая для него самоочевидная вещь. Он говорит, ну вы же знаете Духа Святого, вы же имеете дух Христов. Ну конечно да, потому что все его адресаты, члены римской христианской общины, как и заудеев, так и еллинов, конечно, крестились и приняли Духа Святого, а иные, может быть, приняли сначала Духа, а потом были крещены. Так тоже ведь бывало, как, скажем, в некоторых случаях с апостолом Петром, описано в Деяниях. То есть Павел обращается к этим людям, говорит, ну вот вы же знаете, что это такое Дух Христов, закон Духа жизни во Христе Иисусе, когда именно Богу принадлежащие люди живут по Божьей правде, живут Божьей любовью, и в них действительно живет Дух Божий. И это уже никак не рабство плоти, это уже нечто совершенно другое, какая-то вовсе другая жизнь. Если же Дух того, говорит апостол, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, а это так подразумевается предыдущими стихами, то воскресивший Христа оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. По прошествии почти двух тысяч лет такое впечатление, что почти никто из христиан не готов считать, что к нему эти слова относятся. Что, конечно, странно, до некоторой степени печально, но вот такова реальность. Это тоже нам надо про себя понимать, понимать, что какие-то вещи в письмах Павла, например, в послании к римлянам, мы не хотим относить к себе, потому что многое в нашей сложившейся и привычной практике окажется бессмысленным, если действительно Дух воскресившего Иисуса из мертвых живет в нас и оживотворить смертные тела наши Духом своим, святым, понимаете, живущим в нас. И не то, чтобы прямо следовало просто принять как абсолютную данность, то, как здесь выражается Павел, но нельзя и отмахнуться, я бы сказал, от этих слов. И, по-видимому, вопрос, насколько это имеет отношение к моей жизни и насколько то, как практически организована моя христианская жизнь и то, что мы с целью запутать самих себя называем духовной жизнью, да, вот как это соотносится с этой картиной апостола Павла, с этим его видением. Он говорит о том, что ну вот вы же теперь понимаете, что Дух Божий в вас, Он в вас, вы это знаете, и Он оживотворяет и вас, и ваши мертвые тела Духом Святым, живущим в вас. И поэтому, говорит апостол, вы не под этим ветхим законом, хотя закон не стал от этого хуже, да, но вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот поразительно важные вещи. И теперь он дальше говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Ну, конечно, сразу закрадывается, должен закрадываться вопрос, а что, вот как определить, вводимые Духом Божьим или нет? Всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Следовательно, апостол, собственно, говорит о том, что если человек исповедует, что Иисус Христос, Сын Божий, пришедший во плоти, значит, он вводим Духом Божьим. И значит, такой человек суть чада Божья. Суть чада Божья. Ну, тоже, конечно, нельзя не заметить, что по прошествии столетий мы обставили кучей разных условий нашу готовность считать или не считать друг друга чадами божьими. Ну, вот, мы обычно отказываемся считать чадами божьими тех, чьи взгляды, позиции или верования, может быть, хоть на йоту отличаются от моих собственных. Ну, вообще говоря, конечно, послание к римлянам не дает нам права на такой ригоризм. Оно говорит о том, что Дух Божий в том, кто верит, что Иисус воплотившийся Сын Божий, тот, кто так верит, чадо Божье. И вот поэтому мы... И он тоже принял Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. И еще, конечно, апостол как следствие того, что он только что говорил, пытается объяснить, наверное, то, что его читатели и так должны были бы знать, по крайней мере, Павел считает, что это должно быть в их опыте, что вот мы приняли Духа усыновления, вы не приняли Духа рабства, чтобы жить опять в страхе, вы приняли Дух свободы во Христе, приняли Дух усыновления, тот, которым мы обращаемся к Отцу Небесному, как к Отцу, не как к далекому, бесконечному властителю, а как к Отцу, Духу усыновления, которым вызываем Авва Отче. И здесь Павел пытается обратиться к некоторому опыту христианскому. Он говорит, вот как, смотрите, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Таким образом, апостол предполагает некоторый внутренний диалог, ну, может быть, осознаваемый, может быть, неосознаваемый, но все-таки диалог между человеческим сердцем и Богом, Духом нашим и Духом Божьим, который свидетельствует нам о том, что мы усыновлены Богом, о том, что мы дети Божьи. Это потрясающая, на самом деле, вещь, потому что апостол говорит о вере, которая сама для себя становится свидетельством, источником об опыте встречи с Богом в Духе, который может быть, и, вероятно, даже и должен быть у каждого христианина. И если ты этого опыта не имеешь, то надо в первую очередь задуматься о том, почему и что с этим делать. Апостол же считает, что мы дети Божьи, наследники, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. оказывается, вот чем еще важно, вот чем еще дело, что важно увидеть. Павел говорит, что реальность нашего участия в завете, в том завете, в котором закон духа жизни во Христе, это когда мы христовы страдания на себе несем. для Павла-то это, в общем, довольно понятная вещь. Это, в первую очередь, гонение, узы, презрение, поношение людей. Все то, что Павел, да и его соратники, тоже переживают более или менее регулярно. Но и для его читателей в Риме тоже понятно, о чем идет речь, когда он говорит, мы же с Ним страдаем. и действительно злословия злословящих тебя пали на меня. И римские христиане тоже знают по себе, что это такое быть гонимыми из-за Христа, из-за Христа. Следующий, так сказать, пункт рассуждений Павла здесь, он говорит о том, что думаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Это не прямое следствие его предыдущих мыслей, в каком-то смысле боковое ответвление, но оно, вообще говоря, тоже сыграло в истории христианских представлений очень большую роль. Вот эта мысль Павла, которая говорит о том, что сейчас это временные страдания, и на самом деле ничего они не стоят по сравнению с будущей славой. И понимаете, какая вещь? С одной-то стороны, конечно, Павел прав. Ну, кто возьмется дискутировать с Павлом? Было бы смешно. А с другой стороны, для позднейших христиан эта мысль, что наши сейчас временные страдания ничего страшного, ничего не стоят по сравнению с будущей славой, она привела к очень печальным следствиям. Именно поэтому, скажем, христиане так, даже нельзя сказать, терпеливо, равнодушно относились всегда к чужим страданиям, к страданиям своих современников, к рабству, к какой-то еще несправедливости, к бесправию, к беззащитности тех или иных людей. Поэтому мы с такой большой легкостью не считаем нужным сострадать тем, кто живет рядом с нами, потому что думаем вслед за вот этим 18 стихом, что ничего, наши нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с будущей славой. То есть, может быть, мои-то нынешние страдания и впрямь ничего не стоят по сравнению с будущей славой, но мы ведь другим говорим, твои нынешние страдания ничего страшного по сравнению с будущей славой. И именно поэтому мы разучились сострадать. Именно поэтому мы так равнодушны к несправедливости, к неправде в жизни, в том числе и в первую очередь в социальной, да и не только в социальной, в личной тоже. Поэтому, повторяю, вот эта фраза апостола, вскользь брошенная, на самом деле имеет очень серьезные и далеко не однозначные последствия. Дальше, после 18 стиха апостол говорит в каком-то смысле в другую сторону, он говорит, что, ну понимаете, вся тварь стенает и мучается до ныне, и ему не безразлично, что вся тварь стенает и мучается. То, как Павел сам об этом пишет, понятно, что он-то, для него сострадание вещь абсолютно само собой разумеющаяся. И он говорит, что тварь покорилась суете в надежде, что будет освобождена от рабства, тление в свободу славы детей божьих. А самое главное, самое главное, не только это, а то, что для Павла освобождение в свободу славы сынов божьих – это сейчас, это не когда-нибудь, потом, это не слава, которая откроется в нас когда-то. Павел-то не говорит когда-то, он говорит, «Которая откроется в нас и явно имеет в виду сейчас». Вот это свобода славы сынов божьих, которые приняли духа усыновления, которые живут по закону духа жизни во Христе Иисусе. Вот все, о чем Павел всю главу и говорит. Вот в том-то все и дело, что мы приняли духа усыновления, и эта новая жизнь, она сейчас происходит. И для Павла, для Павла то, что путь к этой новой жизни сегодня лежит через страдания, которые сегодня, это само собой разумеется, больше то, он говорит, мы погребаемся с ним крещением в смерть, но это и откровение славы сынов божьих, которые сегодня. Павел вовсе не имел в виду, как повторю, принято понимать в 18 стих, что сегодня тебе плохо потерпи, а после смерти тебе будет шоколадное мороженое. Нет, нет, Павел говорит о том, что да, наш путь сегодня, он через мучительное умирание для греха, но он вот к этому спасению в надежде, к свободе славы детей божьих, к этому усыновлению, которое дается сейчас. И это, конечно, потрясающе, шокирующе важный образ. Павел говорит, конечно, да, мы надеемся, потому что что там будет потом, мы еще так толком не можем ни увидеть, ни осознать, поэтому и глупо было бы с его стороны сравнивать сегодняшнее временное страдание с будущим веком. Нет. Но он говорит, мы спасены в надежде, потому что мы умираем со Христом, усыновляемся ему, живем по закону духа жизни во Христе Иисусе, и на этом основании верим в то, что жизнь Божья не будет от нас отторгнута. Дальше апостол будет говорить об этом всю вторую половину восьмой главы, что вот эта наша надежда рождается тем, что мы живем в этом завете духа жизни. И потрясающие совершенно слова второй половины главы. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота – это знаменитые, конечно, слова. Вот апостол Павел говорит о том, что мы отдаем себя Богу, мы надеемся принять этого духа усыновления, живем этим духом, и Бог нас не бросит. Верен Бог. Верен Бог. И поэтому мы действительно можем полагаться на этот его дар. Но еще прежде Павел говорит одну очень важную вещь, может быть, не так важную для его читателей, тоже как для нас. Сегодня в 26 стихе он говорит, снова возвращаясь к некоторому личному опыту жизни в духе, что дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы сами не знаем, о чем молиться, но дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ну, пожалуй, как бы не разбирать на винтике подробно идею Павла, суть этой идеи заключается в том, что диалог между Отцом Небесным и нами в Завете, который заключается по закону Духа Жизни во Христе Иисусе, этот диалог есть труд Святого Духа, работа, действия Святого Духа, таким образом, дар, который Бог дает нам. И мы сами, ну что мы там можем понимать, как молиться, что молиться, про что молиться? Вот, говорит апостол, не на это мы полагаемся, не на то, что мы там правильно молимся по форме или по содержанию, а полагаемся на то, что есть ходатайство Духа Божьего за нас, то, что мы действительно живы в теле Христовом. Ну и, наконец, вот в последней части, в заключительной части восьмой главы, где апостол говорит о потрясающей радости того, что Бог оправдывает избранных своих, и как бы трудно нам ни было, за тебя умерщвляют нас всякий день, но мы преодолеваем это силой возлюбившего нас. И снова он говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ну, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашему. И просто надо выучить наизусть и повторять себе каждый день ни скорбь, ни теснота, никакая тварь, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, ни ангелы, ни сила, ни смерть, ни жизнь. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ну, только если ты сам не скажешь, что не хочу. Если же мы все-таки просим об этой милости, просим, пытаемся жить этой любовью Божьей, необходимо помнить, что невозможно, никто, ничто и никогда нас от нее не отлучит. Это необходимо помнить и о себе, ну, просто чтобы не трусить, и о других тоже, о том, что люди вокруг нас, которые нам безразличны или которые нам важны, все они не брошены Богом. Но еще нужно заметить, к сожалению, разговор о восьмой главе, вот он содержит некоторые такие боковые ответвления, не всегда сильно оптимистичные. Есть еще одна трудная тема, которую здесь касается апостол Павел, точно так же, как с временными страданиями и, значит, вот этим самым славой, которая открывается. Он здесь еще пытается нечто сказать о предопределении. Говорит о людях, которых Бог предопределил, предузнал, предизбрал, призвал. Здесь несколько слов, которые несколько по-разному могут быть переведены, но суть того, что написано, обычно крестьяне понимают так, что есть те, кого Бог предопределил ко спасению, и они спасутся, и что бы они там ни делали, все равно спасутся, а есть и кого Бог не предопределил. И опять-таки, хоть они об стенку головой бейся, они все равно не спасутся. Ну и, в общем, во-первых, это теория лживая, во-вторых, невыносимо мрачная, и, в-третьих, ну, а зачем тогда вообще жить, соблюдать заповеди, все то, что Павел с такой горячностью говорил в предыдущих главах. Да, какой смысл тогда жить, если все предопределено? Это теория, ну, к счастью, в разной степени популярная в разных христианских течениях, но все же популярная. Кстати, один из важнейших факторов, отталкивающих от нас, наших современников, сегодня, потому что мы сами, как сказать, приучили человеческую цивилизацию к мысли о том, что Бог есть источник бескорыстной любви и щедрости, а потом, когда мы пытаемся говорить, что вот некоторые им предопределены ко спасению, а некоторые, хоть им кол на голове тиши, не спасутся, ну, как бы, конечно, получаем упрек в несправедливости, само собой разумеется. Поэтому важно пытаться понять, что имеется в виду, что за такое предопределение, предизбрание, и начинается все с 28-го стиха, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу», говорит апостол Павел. То есть на самом-то деле начинается все вот с этого, любящим Бога, люди, которые Бога любят, которые призваны по его воле, призваны. Спрашивается, да, здесь пропущен пункт в рассуждениях, а воля Божья в чем заключается? Чтобы кто был спасен или погиб? И Христос-то говорит, нет воли Отца Моего, чтобы погиб один из малых сих. Вот ровно об этом. Таким образом получается, что Бог хочет спасения всех людей, всех людей, и это становится предопределением для тех, кто любит Бога и откликается на его призыв. Значит, логика Павла не такая, что есть белые и пушистые, и черные, и, значит, вот обреченные. Нет. Но он говорит о том, что те, кто на Божий призыв откликаются любовью, те, кто откликаются на призыв жить по закону духа жизни во Христе Иисусе. Вот для откликнувшихся надежда на то, что никто не отлучит нас от любви Божьей, она становится железной, мы бы теперь так сказали. Мы бы не стали, наверное, говорить о предопределении, а сказали бы теперь уж точно, наверняка, потому что отлучить нас от любви Божьей ничто не может. Если ты Бога выбрал и пытаешься за Ним идти, это путь наверняка, наверняка, потому что ничто тебя не отторгнет, Бог тебя не предаст, если только ты сам эту свою любовь к Богу не предашь. Да, если ты сам действительно по закону духа жизни во Христе Иисусе живешь, то никто не может воспрепятствовать тебе. Победа Христова становится реальностью твоего пути. Вот что поразительно на самом деле было бы, если бы христиане адекватно поняли, прочитали бы всю главу, а не отдельные только стихи, и не стали бы, грубо говоря, нести пургу по поводу предопределения, которого, вообще говоря, конечно, нет, потому что и Божья свобода реальна, и наша свобода тоже реальна. Но вот самое главное, повторю еще раз мысль о том, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вот в этом заключается надежность того пути, по которому ведет нас Бог.